Здравствуйте, дорогие зрители! С вами канал Брошь об Израиле и я Шуламит. Приветствую вас в новом 2022 году. Надеюсь, что несмотря ни на что, этот год всё-таки будет лучше прошлого года. Хотя сейчас ситуация не очень хорошая, у нас очень растёт заболеваемость, идёт так называемая пятая волна, и, конечно, больных становится всё больше и больше. У нас уже большая часть городов красные города. Но, тем не менее, тяжело больных у нас число не так выросло, как это было в прошлые волны. И это даёт основание надеяться, что эта зараза не такая смертельная, и что, может быть, всё идёт на спад, кто знает. Ну, ситуация похожая, наверное, сейчас везде в мире, напишите, как у вас. Но есть и хорошая новость. Израиль приоткрыл свои ворота, это ещё не настиж распахнутые ворота, и это приоткрыл щёлку для привитых и переболевших иностранных туристов. Конечно, не из красных стран. Какие страны красные, это вы можете узнать, если зайдёте в наше Министерство здравоохранения, вернее, на его сайт. И там вы увидите самую точную информацию обо всём. И о правилах въезда, и о том, какие страны красные. В общем, если ваша страна не красная, конечно, эта ситуация, к сожалению, может измениться в любой момент. Поэтому, если вы решили, скажем, сюда ехать, надо это делать быстро, потому что ситуация сегодня такая, а через пару дней она другая. Почитайте внимательно все правила, и, возможно, вам удастся сюда проникнуть. Я, конечно, говорю это для тех, кто действительно хочет приехать. Мне многие писали, тут у них родные, тут у них близкие. Это не просто для развлечения люди приезжают. Многие не виделись давно со своими близкими. Так что ситуация на сегодня такая. Всё это с 9 января. С 9 января страна приоткрывает свои ворота. Но, есть одно «но». Оно приоткрывает для всех, как я уже сказала, привитых и переболевших. Но, к сожалению, пока не признают вакцину «Спутник», потому что она пока нет данных о её эффективности против последнего штамма. Если станет известно, возможно, ситуация изменится. Но на сегодня для всех, кроме вот не тех, кто привит вот этим самым. Ну, в общем, я сказала всё, что знала. Конечно, для нас, израильтян, тоже кое-что меняется. Тут правила, которые меняются каждый день, уже не знаешь, чему следовать. Но, в общем, более-менее всё открыто. Ни в каких локдаунах мы не находимся. И это очень правильно, на мой взгляд. Просто надо самому быть осторожным, лишний раз в какие-то толпы не соваться, раз это так заразно. Но, тем не менее, ну, что делать? Выходить из дома приходится. Кто-то работает, кто-то просто выходит сделать покупки. Короче говоря, дома мы не сидим, естественно. Но, конечно, я буду меньше сейчас съездить, пока это не успокоится. И, возможно, будет меньше таких видео, где я что-то показываю, другие города. Хорошо, что успела хоть куда-то съездить. Но, в любом случае, видео будут выходить. Я не собираюсь бросать канал ни в коем случае. И вы будете меня видеть. Надеюсь, что достаточно часто. И сегодня я ещё хотела немножко поговорить о комментариях, которые я получила под последними видео. Я, конечно, понимаю, что комментарии, о которых я сейчас буду говорить, это не мои постоянные подписчики пишут. Это случайные зрители. И поэтому особенно сильно много я обсуждать это не хочу. Но чем больше людей смотрит какое-то видео, тем больше, конечно, комментариев. И тем больше процент среди них неадекватных комментариев от людей, которые, возможно, совершенно случайно зашли. Вот видео о Назарете, которое довольно много человек, ну, для моего канала довольно много человек его посмотрело. С самого начала начали прилетать совершенно неадекватные комментарии. И я вообще не сторонник удалять комментарии. Я вообще считаю, что если человек высказывает своё мнение, пусть даже отличное совершенно от моего, если оно высказано в цивилизованной форме, никого не обижает, почему нет? Но это были оскорбления, как в мой адрес, так в адрес тех, кто там гуляет по этому городу. Какой-то кошмар. Тут упоминался и Вильзевол, и Сатана, и Гена Огненная. И мне говорили, как это я, еврейка, могу поклоняться идолам. Я вообще никому не поклоняюсь. Я человек светский. И я просто снимаю видео. Я снимаю для тех, кому это интересно. Если, например, корреспондент снимает какую-то аварию, показывает, это не значит, что он виноват в этой аварии. Если я снимаю город Назарет, это не значит, что я верю в Иисуса Христа или поклоняюсь елочке, что это вообще мне смешно. Ну, некоторые написали, что елка и Дед Мороз не имеют отношения к Рождеству. Совершенно согласны. Но во всем мире елку ставят именно в Рождество. Весь мир так отмечает. Но, видимо, людям это нравится. Я вообще считаю, что надо спокойнее относиться ко всему этому. Если люди хотят в такой форме праздновать, вообще что-то праздновать, пока это не наносит вам какой-то серьёзный вред, почему вам это мешает? Ну, а если вы не хотите, не смотрите просто такое видео. Ну, в общем, это я, конечно, обращаюсь не к моим подписчикам, я обращаюсь к случайным зрителям, которые могут забрести, вот, скажем, на это видео. Я хочу им сказать о том, что надо терпимее относиться к другим религиям. Я, например, сама человек неверующий, но я спокойно отношусь к любой религии. Мне не мешает, что кто-то молится таким образом или молится другим образом. Один поклоняется кому-то одному, другой кому-то другому. Мне совершенно всё равно. Пока он это делает, но мне не мешает жить, почему я должна к этому плохо относиться? Кто-то медитацией занимается, а вам, может, не нравится, что кто-то медитирует? А ведь молитва сродни медитации. И каждый это делает так, как ему нравится, и не надо в это дело вообще вмешиваться. Я просто не понимаю. Я не понимаю людей, которых это вот так вот прямо берёт за живое. Это странно, это ненормальная реакция. Немножко подумайте, немножко поработайте над собой. Мы же живём в очень многогранном и разнообразном мире. Вокруг нас люди очень разные. Не надо сразу враждебно воспринимать. Вас никто туда не призывает. И, кстати, мне написали, что я должна раскаяться, и мне Бог тогда возьмёт меня, примет обратно. Куда он меня примет? Я хоть и неверующая, но я иудейка. Я не уходила в лоно другой религии, поэтому мне не надо никуда возвращаться. Мне очень странные для меня эти комментарии, я даже больше не хочу их обсуждать. Ещё комментарий интересный мне попался, и я его записала. Сейчас я вам прочитаю под моим последним видео такое. Слишком часто рассказы про торговые центры. Все уже видели это и дома, и в разных странах. Такое ощущение, что это по одному и тому же шастаешь. Скучно. Где тратить деньги, все знают и без экскурсий. Интереснее про жизнь обычного израильтянина, про традиции, культуру, смешные и серьёзные особенности страны. Жизнь обычного израильтянина – это как раз шастыня по торговым центрам и по магазинам. Это то, чем занимаются все израильтяне. Почему я должна исключить это из своих видео? Конечно, это очень большая часть нашей жизни, и, конечно, это нужно показывать. Но я снимаю многое другое. Тот, кто это написал, очевидно, совершенно не смотрел мои видео. У меня больше 700 видео, я почти 7 лет на канале. И у меня видео на самые разные темы. Все видео находятся в плейлистах. Вы можете найти под заголовочек «Плейлисты», нажать, зайти и увидеть, сколько у меня разных тем поднято. Ну, а я снимаю всё, что могу. Как корреспондент он снимает всё. Я как папарацци. Куда могу проникнуть, там и снимаю. Что касается этой выставки, последней, которую я сняла. Это винтажная выставка, а также ручных работ. И мне написали, что это всё китайские товары. Это совершенно неверно. Во-первых, этот винтаж, вот всякие фарфоры, фаянс, которые я там показываю. Я переворачивала эти тарелочки, эти фигурки. Я видела, где они сделаны. Я вообще не увидела ни одной, сделанной в Китае. Конечно, какие-то, может быть, товары из Китая там попались. Но их далеко не большинство. А вообще большинство – это ручные работы. Это работы, сделанные людьми, их руками. И именно этому посвящена была эта выставка. А вовсе не китайским товарам. Конечно, какие-то работы похожи, может быть, на работы китайцев. Не знаю. Я, кстати, ничего против Китая не имею. Я считаю, что они тоже имеют право на существование. И у них есть совсем неплохие и нужные вещи. А иногда даже красивые вещи, между прочим. Так что я не знаю, почему такая привычка охаивать китайская. Потому что иногда это очень приличные нормальные вещи. И чем дальше, тем больше они, я считаю, вообще совершенствуются, китайцы. И они скоро нас всех, как говорится, обгонят. И, может быть, со временем китайские товары будут считаться лучшими, а не худшими. Ситуация меняется. Вы какими-то отсталыми представлениями вспоминаете, наверное, китайские вещевые рынки 90-х годов. Ситуация меняется. Еще о комментариях последнее, что я хочу сказать. Мне сделали замечание, что я даю цены в шекелях и не перевожу их в рубли. Но в моей аналитике я вижу, что из России меня смотрит только 24% моих зрителей. Большая часть моих зрителей живет во всех странах мира. Только в Антарктиде нет моих зрителей. Они живут и в Новой Зеландии, и в Австралии, и в Латинской Америке, и на островах Фиджи, и где угодно находятся мои зрители. Понемножку, конечно. Так что я должна во все виды валют переводить. Поэтому я перестала вообще шекели переводить в какую-то валюту. Вы можете погуглить и прекрасно найти это. Почему нет? Очень много претензий. Претензий, что я не отвечаю на комментарии. Также недавно был. Дело в том, что комментарии прилетают ко мне прямо в мой телефон. В телефон мой. И я их там вижу и сразу же стараюсь ответить. Но бывают случаи, что они прилетают. Может быть, я пропустила что-то. Но я никогда не оставляю без внимания вопросы, которые мне задают. Если вопрос интересный, я могу даже ответить на него в отдельном видео. И я сейчас... У меня, кстати, целая куча вопросов ваших собралась. Некоторые вопросы я считаю интересны многим. Поэтому я буду потихоньку делать видео, где я буду отвечать на разные вопросы, которые могут всех заинтересовать. Может быть, это будут даже какие-то короткие видео. Но я обязательно буду отвечать на ваши вопросы. Я стараюсь не оставлять их без внимания. Ну вот и всё на сегодня. Всем желаю всего самого-самого лучшего. Я вас очень люблю. Я очень ценю своих подписчиков. Я считаю, что у меня замечательная аудитория. Ну вот честно от всего сердца. Пока. До свидания.